всем привет с вами снова я юля и вы на канале жизнь в турции и сегодня у меня следующее приключение кстати баллоны еще опускаются и сегодня я иду в деревню чавушун вообще сейчас нахожусь где-то на просторах каппадокии сегодня я решила прогуляться пешочка мне тут осталось пройти пару километров надеюсь увидеть много интересного а именно каких-нибудь не особо туристических мест полный крутяк нам просто повезло мы срезали дорогу а здесь вот такой вот бесплатный аттракцион с приземлением это был тестовый полет они обычно перед тем как поднимать шары тестируют их но честно говоря мужик камикадзе один единственный в кабине в этой и никого рядом нет и вот он пытается сейчас посадить положить этот баллон на землю дай бог у него это получится вообще когда вы сходите с каких-то троп можно нарваться вот на такой вот так сказать сюрприз подарок но это короче круто но а я все ближе и ближе к деревне чавушун вот за мной уже начинаются скалы и вот там вон где-то там вдалеке есть большая крепость она прям на самой верхушке скалы и я туда иду но помимо того что у у нас тут было приключение с баллоном мы попали еще на квадро сафари по дороге деревне чавушун мы проходим мимо кладбище самое интересное что здесь старые кладбища перемешку с новыми вот эти вот старые камни это старые тут многое даже еще на арабском написано эпохи переплелись разные времена так прям идешь в долине вокруг практически ничего нет и только вот с двух сторон кладбище вот эти вот камушки в долине это все надгробные камни странные чувства все это конечно вызывает но я двигаюсь дальше по направлению крепости велкам ту чавушун я наконец-таки дошла здесь кстати тоже есть отели и вот крепость практически уже у меня на ладони я забираюсь на самый верх крепости самое интересное здесь можно купить себе пещерку домик продаются и там тоже я видела объявление о продаже так что кто хочет жить в пещерке можно купить кто-то вот уже купил и вот делают здесь скорее всего новый отель какой-нибудь делают а нам надо подняться наверх вон туда на смотровую площадку говорила ранее эти скалы состоят из камня породы туф и именно здесь он имеет оттенок розовый поэтому и долину назвали розовой а я стою практически на самом краю я поднялась наверх и вот везде везде какие-то домики и напротив скалах тоже домики я обошла крепость с обратной стороны вот этот вот камень по которому вот я сейчас иду это выступ и и подо мной обрыв и посмотрите какая панорама открывается просто нереальная марсианская панорама сзади розовая долина здесь кстати уже лучше виден цвет именно розовый и вот так вот на 360 градусов это просто что-то фантастическое спускаюсь в старые домики и вот здесь вот есть один который можно заглянуть посмотреть как люди жили раньше слушайте ну вот такие вот комнатки вот в пещерке и окошечко соседнее здание вот оно тут здесь у нас что вот вот такие вот домики что они тут как они тут но это вот окно наверное было здесь вот скорее всего они спали вот здесь вот возможно это был туалет и и вот здесь вот можно было пробраться в соседнюю комнатку ну и как вам вы могли бы жить в таком доме ну я думаю скорее всего я бы не смогла а здесь некоторые люди живут это я к вопросу о том что некоторые люди здесь живут вот-вот-вот можно видеть кто-то уже поставил дверь окошечко и люди здесь живут мы тут зашли в старый домик здесь какой-то туннель старый люди здесь живут вот это к вопросу о том как живут люди в таких пещерах смотрите они это конечно сделали сейчас как мини музейчик вот ковры тканы и вот такие вот еще на стенах и и вот она большая комнатка а на выходе двор выглядит вот так вот я себе решила купить свежевыжатый сок гранатовый и апельсин с апельсинкой смешанность здесь вот вот такая тоже маленькая комнатка как маленькая такая туристическая завлекалочка вот так вот люди покупают потом отделывают и приглашает сюда туристов а здесь у нас а это у них вы 10 продаются сувенирчики глиняные я тут забралась какой-то дом тоже никем не обжиты уже вот так вот через проходик пролазишь и выходишь в другую комнатку смотрите вот он этот камень обсыпается аж прям как будто в домике под землей пошла на выход если вы хотите жить в таком домике вот здесь даже на русском все это продается ну что вот так вот прогуливаясь по улочке со старыми домами в пещерках которые я буду заканчивать свой выпуск из чаву шуна надеюсь вам было интересно оставайтесь вместе со мной и не забывайте подписываться пока пока до встречи в моих следующих видео из каппадокии